Продолжение следует... Ну и теперь, собственно говоря, давайте перейдем к нашим табличкам. Значит, есть у нас уже табличка, да, в книге, но ее еще нету тут, а должна быть так же. Это нам говорит... Это говорит интерфейс-билдеру, да, о том, что это property, да, в него может он писать. Видишь? Если я сейчас уберу IB Outlet... А, он не будет его показывать. Да. Оно его тупо не будет видеть. Смотри, видишь? Да, да. Пусто, ничего нет. Ой. То есть для того, чтобы они появлялись в интерфейс-билдере. То же самое и IB Action. Интерфейс-билдера он где? Если, например, void ставить, то интерфейс-билдера не будет видно, да? В смысле void? Ну, если в методе стоит не IB Action, а void? Не будет видно. Теперь дальше. Видите, у него, у TableView есть вот два замечательных дополнительных поля. DataSource и Delegate. Значит, что такое... DataSource и Delegate мы с вами еще обсудим. Пока я просто скажу, что этим у нас пока будет являться контроллер. Но на самом деле это не только контроллер. Это два протокола. UiTableViewDelegate и UI. UiTableViewDataSource. Давайте теперь на них посмотрим. Delegate, да? Сообщает нам о том, что мы покажем ячейку, да? Покажем какой-то там header view или footer view. Прекратим показывать ячейку. Скажем, какая у нас будет высота для ячейки, да? И так далее. Вот. Значит, если в общем... Что такое Delegate, вы уже знаете, да? Что такое DataSource? Это аналог Delegate. Только в чем его смысл? Он просто предоставляет данные. Какому-то нашему классу. Понятно, да? А в случае этими данными будут являться виды, которые табличка должна показывать. Сама по себе табличка виды не создает. Понятно, да? То есть мы создаем, мы их как-то там настраиваем и так далее. Поэтому... Поехали пока. Посмотрим на DataSource. Вот у нас есть Required методы для DataSource, да? NumberOfRowsInSection и SelfRowItIndexPath. Понятно, да? Все остальные методы, они опциональны. Что такое секция? У нас табличка, грубо говоря, как я уже показывал, она является, ну, рядами, да? Один ряд, под ним второй, третий, четвертый, да? Значит, секция – это группа рядов, между которыми может быть какой-то промежуток и так далее. Что такое секция, я думаю, вы можете попробовать сами. Мы пока остановимся на том, что у нас будет секция ровно одна. Ну, видите, она по дефолту у нас просто одна. Если не реализован этот метод. Дефолт is one if not implemented. Понятно, да? Ну, и заодно сразу же взгляднем. Есть такая вот штука – IndexPath. Значит, в данном случае IndexPath – это объект, обертка, да? Который у нас умеет, ну, то есть, это обертка, которая, грубо говоря, показывает какой-то индекс. Может быть, один индекс, ну, может быть, несколько индексов. Понятно, да? А IndexPath – это просто обертка над этим. Теперь, ну, как вы уже понимаете, да, почти все методы в Objective-C, ну, почти все классы в Objective-C, они оборачивают примитивные данные. То есть, это когда это будет не Objective-C класс. Ну, то есть, CG React – это как раз один из таких примеров. Аксишная структура, потому что их постоянно модифицируют, создают, удаляют, тупо быстрее будут ими пользоваться, именно как структурами. Понятно, да? Так, что ругаемся? Вот. Теперь. Это у нас протокол, соответственно, мы должны этому протоколу как-то соответствовать, да? Ммм. Да, сходи, забери. Да, так быстро я буду. Так вот ты, вот, ты что, Саша, ты полностью назвал, вернись. Вот тут, вот смотри, в правом марке сразу. Да, я уже сюда перешел просто. Ну, добежать очень быстро. Да, я знаю, но некоторые ошибки не так, некоторые привычки от них очень тяжело избавиться. Вот. На данный момент у нас данных, но, грубо говоря, особо нет данных, это у нас будет один пользователь, да? Соответственно, единственная секция, которая у нас есть, да? То есть, вот у нас передается секция, номер секции, да? Вот передается таблица, в которой это происходит. Ну, то есть, стандартная, в принципе, практика при именовании делегатов, дата-сорсов и так далее, да? Ну, я, row, это ряд. Ряд. Секция. Да. Секция, это ячейка. Секция, это не ячейка, один ряд, это одна ячейка. А секция, это группа ячейок. Покажи, билдер. Ну, то есть, смотри, вот видишь, вот это, вот это одна ячейка. Вот, ячейка. А вот это, вот Калифорния, и вот это все вместе, это секция. То есть, у нее есть какой-то заголовок, например, да? И вот какая-нибудь еще фигня вот такая. Это сел, да? А? Сел. Нет, сел, это вот это. А row? Row, это и сел. Это реально. А что, я тебе секция, а? А секция, это вот, от Калифорнии и аж до низа. Вот там, когда ты менял плейнг и... Ну, сейчас, да. Ну, вот смотри, вот у нас секция одна. Калифорния, Абреа, Борлингем, Кануга, Секшн, Футер, да? Вот это все одна секция. Вот это вот Секшн, Хэддер, вот это Секшн, Футер. А это ячейки. Каждая ячейка, это один row. То есть, row, это ряд, да, это цифра. Ячейка, это Тейбл, Вью, Сел. Класс такой. Типа, это две цифры сейчас. Секшн и row. Да. Клорида, это уже второй секшн. Нью-Йорк, это уже третий секшн. А Футсекшн, это выше? Значит, теперь, здесь что мы имеем? Мы здесь имеем следующее. У нас, мы должны вернуть ячейку. Для начала ее нужно просто создать. Я, Андрюх, я знаю, ты сейчас, может быть, будешь легко не годовать, но пока давай сделаем так. По-простому. Не буду мне это давать. Ну, то есть, есть ли? А? В ксиле вообще делать? Не в ксиле. У ячейки есть стандартная. Я сразу сделаю. Я все равно потом все это нафиг уберу. Вот. По старинной традиции. Пока создам одну. Здесь же ее заполню. Одного пользователя. Ну, вот такая штука. Пусть у нас будет один пользователь, да? И пусть мы сразу же... Ну, пусть мы пока этого пользователя передаем нам из нашего апп-делегата. UsersViewController. Почему ты пользователя в контроллере, а не в view? Почему ты пользователя в контроллере, а не в view? В смысле в view? Ну, usersView, он нужен чисто для заполнения. Он там не выполняет никакой обработки данных. У контроллера же, да? То есть, контроллер как раз будет вызывать какие-то методы у юзера. Понял? То есть, не обязательно, может быть, я уже говорил, то есть, не обязательно, что вид знает что-то о своей модели. Вполне возможно, что его контроллер заполняет. Мы сейчас идем к тему, потому что у нас контроллер заполняет. Ну, сейчас мы пойдем наиболее примитивным путем. Пока. Да? Соответственно, теперь. Sell. Боже мой, как же там? TextLabel. TextLabel. Ну, давайте посмотрим, к чему нас это все приведет. Ну, вот оно. Да вот оно. Так, здесь у нас что происходит? Надо этот убрать. М? Где-то там ставить, чтобы оно, конечно, не залазило в статусную строку. Это контроллер нужно делать, пока мы этого делать не будем. Скажи, ухо, что хочет сделать. М? Скажи, что хочет сделать. Хорошо, что я хочу. Я думаю, здесь проблема просто еще страшательная. Если честно. Ну, так давай, пока не учатся в городе на iPhone, не на iPhone, а на iPhone. На iPhone не будет другого, то же самое. Это я не понял. Это же один к одному все сохраняется, что ли? Ну, так разрешение у городов. У iPhone 6 Plus. У iPhone 6 Plus, разрешение 1280. Фу, 1920 на 1080. А, ну так. Оно как у телехов, уложи. Как не то, так перевернут. Если бы сто, то оно будет весь экран. А? Если бы сто, то оно будет весь экран. Ну, нет. Оно занимает больше всего экран. Нет, если перевернуть, то старое бы сам. Ну, да. Ну, нет. У меня здесь уменьшено разрешение, чтобы вам стремилось лучше. Все равно будет слишком. Ну, вот, гофват, рунмон наш появился, да? Вот. Теперь. А что пропали эти? А? Все аппаратеры пропали. Да, их и нету тут. Он один. Депутный он у тебя стоит. М? Депутный он у тебя стоит. Депутный он у тебя стоит. Как показано. Сейчас поглянем. Тут, скорее всего, нужно просто, чтобы два было. Вот. Ну, пока создали. Теперь давайте создадим штука так. Пусть у нас будет 300 ячеек, да? Ну, то есть всего у нас 300 раз будет отображен один и тот же пользователь. Оу. А, то есть когда приносишь? Это уже это, как ищешь, Саша, 100 кудов. Ну, скорее всего, симулятор. Вот. Мы их создаем потихонечку, да? Вот. Куча ячеек. А, то есть он стандартно воспринимается? Я, Андреев, думаю, здесь проблема в этом, в скейле. В скейле. Ну, возьми айфон 5, 5S. А вот эта таблица, TableView, он умеет распознавать сам нажатие, да? Распознавать умеет не таблица. Мы сейчас, Женек, к этому вернемся. Вот. Распознавать умеет не сам. Распознавать у UI TableView, если пойти в его иерархию, есть вид UI ScrollView. Вот UI ScrollView как раз отвечает за скроллинг. Мы к этому еще вернемся. Точнее, мы там, ну, к некоторым вещам, особенностям, вернемся. Но чуть позже. Вот. Теперь смотрите, в чем проблема. Каждый раз, когда мы скроллим, да, мы создаем вид. Мы создаем вид, его отрисовываем и так далее. Это все занимает чертовски много процессорного времени, на самом деле. Давайте посмотрим. Блин. А, вот. Ну, короче, я вот, я только что довел до этого, до, там, 15 и так далее процентов, да? Это десктоп. Это десктоп, да. Мощный, на самом деле, машинка, сравниваясь с мобилками. Значит, как вы уже сами догадываетесь, это практика хреновая. Создавать каждый раз ячейки. Вместо этого, обратите внимание, вот даже сейчас, когда я создал ячейку, что мы видим? Мы видим reuse identifier, да? Что такое reuse identifier? Это, грубо говоря, строка, да? Которая как-то позволяет нам эту ячейку идентифицировать. Зачем нам это нужно? В обычной жизни мы не создаем каждый раз нашу ячейку. Вместо этого мы делаем следующее. Что я только что сделал, да? По сути своей, ячейки же уже, у таблицы же уже есть ячейки, да? Теперь фингт ушами. Когда ячейки уходят за границей экрана, да? То мы, точнее таблица, эти ячейки не убивает. Она их кладет, на самом деле, когда выходит за границей экрана, в так называемый reuse pool, в котором они лежат. Через некоторое время, если эта ячейка долго не используется, она уже тогда эту ячейку и убьет. Но далеко не сразу. Понятно, да? Соответственно, Decure a usable cell, да? Ну, то есть, Reuse a identifier позволяет нам идентифицировать ячейку. Почему именно строка? Потому что ячейка может быть одна и та же, да? Но ксибы у нее могут быть разные, в общем-то, да? Поэтому яблоко пошло по пути универсализации и сказала, что для каждого типа ячейки, да? Для каждого типа ячейки у нас есть, грубо говоря, своя строка, его определяющая. Именно для внешнего вида ячейки, не для класса ее. Понятно, да? И, соответственно, что я делаю? Я сначала запрашиваю таблицы, а есть ли у нее ячейка, которая сейчас не используется, которую я могу использовать. Если ячейки нету, я ее создаю. Если есть, я просто заполняю текущую. Если у нас может быть несколько идентификаторов. В каком случае у нас несколько идентификаторов? Да когда у нас несколько разных ячейок с разным внешним видом. Вполне возможно, презентующих разные данные, да? В одном случае запросил одну ячейку, в другом случае запросил другую таблички. Если нет, пересоздал. Как таблица сама по себе работает? Таблица работает следующим образом. Она сначала... Да, кстати, здесь еще надо не забыть сделать self. Это я говорю нашей таблицке, чтобы она перегрузилась. На общем, при создании это делали, но желательно делать еще во вьюдит лот. Почти обязательно. Ну, это ж ни хрена не дешевая операция. Ну, это во вьюдит лот происходит. Вот. Теперь дальше. Как работает оно само по себе? Когда происходит релот. Оно сначала, табличка запрашивает у своего дата-сорса, а сколько у нее вообще ячейок. Положим, в данном случае у нас 300. Ну, пусть будет 1000, да? После этого оно запрашивает у нас наши ячейки. Ячейки у нас на данный момент все фиксированного размера. Видите? RowHeight 44 пикселя. Ну, 44 пункта. Да? У нас есть еще отдельный метод, да? Height for Row at Index Path. Это для тех случаев, когда у вас высота разная у разных ячейок. Понятно, да? Соответственно, как дальше это счастье у нас работает? Работает она у нас следующим образом. Табличка смотрит. Вот такая у меня текущая высота экрана, да? И думает. Мне нужно столько-то ячейк, да? И начинает их последовательно запрашивать у нашего контроллера. Первую ячейку по индексу нулевому, вторую по индексу первому. Давайте посмотрим, сейчас увидите сами. 0, 0, 0, 0, 1, да, 0, 2 и так далее. Понятно, да? Соответственно, она у нас позапрашивала кучу эту ячейк, которую нужно презентовать на экране, и все. Она у нас сразу тысячу ячеек не запрашивает. Мы начинаем скроллить, да? Какая-то ячейка у нас уходит из области видимости, да? И, соответственно, мы запрашиваем ее, она переиспользуется. То есть, иными словами, у нас, когда мы начинаем скроллить, у нас не тысяча создается, а намного меньше. Теперь к вам логическая задачка на понимание. Предположим, у нас на экране может быть показано одновременно максимум 10 ячеек, да? Вот. Сколько будет создано ячеек? 19. Чуть-чуть больше. Женя, твое мнение. Мне конкретная цифра нужна, Андрюха. 12. Хилл, я знаю. Можно триматься, чтобы можно было вверх и вниз скроллить? Неправильно. 11. 11. Вот, смотрите, в этот момент у нас на весь экран все ячейки, да? Я начинаю скроллить. У меня появляется еще одна ячейка. 11, да? А если ты вниз, то она же появится, да? Ну, если я вверх, она же, да? Ну, то есть, видишь, оп, теперь у меня их снова 10. Оп, опять 11. Снова 10. И оно так получается у меня постоянно скачет. Давайте теперь посмотрим на текущую производительность. Я-то еще ячейки сделал. А то жало намного меньше. Было 15, было 19. Ого! Если я здесь 300 сделаю, то будет еще меньше. Но оно создает 11 ячеек? Оно создает сразу 10 ячеек. Чуть я вернулась тысяча. Ну, это я сделал. Ты что, дальше делаешь? Когда начинаете с пули, то вы делаете? А, то есть, когда... А потом? То есть, оно по требованию. Оно смотрит. Вот, например, у меня сейчас нету свободных ячеек в пуле, да? А я вижу, что мне нужна еще одна ячейка, чтобы... Ну, потому что у меня половина сверху, половина снизу, да? Будет. Она поэтому и запрашивает еще 11 ячейку. Хорошо, потом ты проскролил. Та ушла в вот этот вот reusable set. В reusable set. И она запросила следовательно уже с другим индексом, да? Да. Я по нему попросил вид тот же самый. Отличаются данные. Теперь мы, собственно говоря, подошли к самому важному. Ребятушки, какой, как вы считаете, у этой таблицы размер? Ну, вот, в точках. Ну, как экран. Как экран. Ну, то есть, в данном случае, там, 320 на сколько? 500? 564, по-моему. Вот. Ну, что-то такое, да? Вот. На тюнение ячеек же у нас вмещается безумное количество, да? Уже никак нет, здесь 20 на 564. И мы подходим к следующей штуке. У любого вида в IOS, да? Есть, на самом деле, не одна система координат, а две. Первая – это фрейм, да? Фрейм – это внешняя система координат. То есть, иными словами, как это, этот вид будет расположен на родителе, да? Вторая система координат – это bounce. Это расположение детей, да, на нас. То есть, если фрейм у нас, например, начинается в положении 100-100, да? А и ширина у него 100 и 100. То есть, ну, мы ставим квадратик, да, который отступом 100 пикселей вниз, 100 пикселей вправо, да? И шириной 100 на 100, да? То bounce у нас будет 0-0, 100-100. То есть, иными словами, внутреннее положение. Мы считаем, как бы внутреннее положение, как будто бы это наш экран целиком, да? То есть, нулевая координата – это внутри, относительно него, внутренняя bounce, они нулевые изначально, да? А ширина та же самая, что и у внешнего. Понятно? Женек? Не нарисую. Не нарисуешь? В том-то деле, не нарисуешь, непонятно. Я пытался. Ну, то есть, это, грубо говоря, внешняя система координат, то есть, то, как вид находится на родителе. А внутренняя система координат – это то, как дети находятся на нем, лежат в нем. Понятно, да? Исчисление начинается с той точки, где, как я понимаю, находится в детстве? В родительском виде. Исчисление находится с той точки, где оно находится на родительском виде, да? А внутреннее исчисление идет от нуля. Родители – это как большой экран. Вот. Ну, то есть, здесь в чем фишка? На родителе мы занимаем размер экрана этого, так же? Ну, таблица наша. Но внутри нее, да? Баунс. Он? Ширина такая же, а высота гораздо больше. Ширина такая же, да? Внутренние координаты. А высота намного больше. Соответственно, для родителя мы являемся просто видом, ну, скажем, какой-то высоты и ширины, да? А внутри, за счет скроллинга, да? У нас, на самом деле, и высота, и ширина может отличаться. Понятно, Женю? К чему это нас приводит? Это приводит к любопытным эффектам. Если в баунс, ориджин, ну, то есть, грубо говоря, начало координат баунс, да? Мы изменяем, да? Мы перемещаемся внутри по видам. Ну, по внутренним видам, да? Которые на нем лежат. Например, предположим, у тебя вот, пошли в самый верх, вот у тебя координаты 0,0, да? Первые 10, ну, баунс 0,0. Ну, начало баунс 0,0, да? Ширина у него вот такая, да? Высота вот такая. Вот мы показали первых 10 видов. Внизу, на самом деле, есть же еще виды, да? Еще ячейки. Соответственно, если мы сдвигаем начало координат баунс, да? Было оно у нас 0, стало, скажем, 200. То мы, как бы, меняем положение камеры. Понял? Смысл? Представь себе полоску. Здесь есть окошко. Можно полоской двигать, относительно окошка. Может, окошко где-то, с этим вот полоской. Ну, то есть, вот у нас камера, грубо говоря, вот у нас наш вид. Вот что оно будет показывать, да? Даже вот так вот. Это тебе как оно будет показывать. А нам наоборот. Ну, да. Угу. Соответственно, у баунс есть еще один любопытный пост-эффект. У него есть ширина и высота, как я сказал, да? Если у нас высота будет... Ну, то есть, не так. Смотри, баунс, он у нас такого же самого размера здесь. Меняются только внутренние координаты отступ, да? Если мы изменим его размер баунса. Скажем, сделаем ширину, оставим такой же, а высоту сделаем у баунс в два раза больше. Что произойдет? Скорость оброводка? Нет. Если у нас в два раза больше баунс по высоте, да? То у нас в два раза больше видов влезет по высоте в тот же самый размер экрана, да? У нас сейчас масштабируется? Да. Смаж штабируется. Женя, понятно? Тая, понятно. Последнее нет. То есть, увеличится в размере и увеличится количество? Баунс увеличится. Ну, то есть, у тебя, грубо говоря, изменится то, как отображаются данные внутри вида, да? То отображалось, скажем, только, ну, 30 пикселей, да? А затем ты говоришь, я хочу, чтобы у тебя внутри отображалось 60 пикселей. 60 те же самые пиксели, внутренние, да? Они будут отображены на тот же самый размер, который был у родителя, да? То есть, оно захватит в два раза больше. Теперь в коде. М? Теперь в коде. А вот вы в коде это видите. Давайте я просто сейчас сделаю следующее. Так. 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 но там хитрая схема если ты просто будешь увеличивать но как бы если ты уменьшаешь но грубо говоря увеличиваешь высоту или ширину да то она все выглядит достаточно неплохо да но теперь представим себе у тебя картинка там 10 на 10 пикселей да и ты ее пытаешься растянуть да на размер 100 на 100 пикселей там данных не хватает она будет размытой то есть поэтому там есть для размытости отдельные механизмы но они не чёртче картинку делают они картинку подменяют на другую картинку вот но мы с этим позже будем разбираться сейчас просто покажу вам собственно ребаунс и теперь что мы сделаем второе выведем что мы видим это наверное экран да я сейчас не буду ему дождать лукаву просто сделаю ну то есть это как бы штучка она умеет автоматически показывать текст так что мне лениво просто переводить видите как у нас паунс меняется высота та же ширина та же да по иксам у нас нет никакого сдвига да а по игрекам вот у нас пошел сдвиг поэтому мы видим как бы новые ячейки в идеале да мы могли бы сразу расположить даже десять тысяч ячеек на нашем виде и менять этот баунс да ну просто это бы к чему привело безумно неэффективному использованию оперативной памяти виды жрут очень много оперативки вот у вас спокойное состояние 18 метров хоп это потому что у нас достаточно ну большое разрешение экрана вот так и вот так и вот так и вот так и Закаменчу вам, что ли. Ну, пока понятно, да? То есть, чтобы поиграться с баунс, давайте я сделаю следующее. Я просто не уверен, что таблица правильно отработает это. Саша, допустим, это наш ADP. Если табличка будет часть пустой, то есть не успел отдать. Оно будет тормозить просто. Это же в графическом потоке происходит. Оно будет ждать, пока не отдаст. Ну, то есть, поэтому здесь недопустимо, что если у тебя есть какая-то длительная операция, а не просто запросить в пропорте, это все должно быть асинхронно. И потом диспатч асинхронно. О, к этому еще придем. Ну, не сегодня, наверное, но все-таки придем. Вот. Но теперь я просто хейт два раза увеличу. Посмотрим, как отработает. Ну, оно не жрет просто, когда ходит у меня. Ой, блин, я дурак. Я просто такого, если честно, на таблицах не пробовал, у них внутренняя логика. На scroll view, ну, то есть, на том, на чем основана таблица, это канает элементарно. То есть, фактически, весь скроллинг он осуществляется за счет изменения bounce. Также у scroll view есть такая штука, называется content size. Это то, в пределах чего вы можете кататься. Оно не бесконечное, вы сами его определяете. Понятно, да? Давайте заценим. Не, ну не жрет оно, не хочет. Ну, где-то перехватывает. Я помню, тоже такой играл. Ну, скорее всего, перехватывает. Как и zoom, например, он не работает. Вот. Ну, если что, в scroll view непосредственно поиграйтесь. Понятен смысл? Вот. Теперь. Нет. Я думаю, наверное, пока хватит. Значит, смотрите. Еще по переиспользованию, да, этому. Переиспользование, в принципе, обязательно. UI collection view работает точно так же. Переиспользование. Если вы создаете какие-то виды коллекции, да, то есть, когда у вас там много подвидов, вы обязаны применять переиспользование, да. И самое веселое, ребята. Ну, сейчас мы просто презентуем одного пользователя, да. Ну, это мы уже на следующий раз оставим. Но, в общем-то, сейчас хотя бы упомянул, да. Вообще, если мы посмотрим здесь, то у нас для ячейки моделью является пользователь, да. А для таблицы, кто является моделью, должен являться, если бы у нас было много пользователей. Коллекция пользователей. Что такое коллекция пользователей? Множество пользователей. Тип. Массив. 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 Это неправильно. Неправильно. Массив моделей пользователя, да. Но это не должен быть NSMutableArray или NSArray. Почему? Да. Это тоже данные, да. Это данные, которые мы должны определенным образом презентовать. Соответственно, это данные, которые мы должны не только презентовать, но и обрабатывать. А массив мы можем обработать? Нам нужно только от него отнаследоваться и добавлять какую-то кучу своей фигни, да. Напряжно. Именно поэтому нужно оборачивать, в том числе и массив. Понятен смысл, да? Вот. Ну а если... Саша, а если какая-то простая вещь? Первоначальная минимум. Даже простая вещь со временем становится сложной. И потом, либо массированный рефакторинг, после того, как ты ее уже усложнил. Либо ты заранее это предполагаешь. Во-вторых, в чем огромный плюс моделей? Вот представьте себе, у нас на самом деле не один контроллер, а несколько контроллеров, да. Модель, причем активная, то есть мы за ней наблюдаем. Предположим, в каком-то из контроллеров мы ее изменили. Что у нас произойдет в обычной жизни? Если у нас модель ненаблюдаемая, да, или если это вообще примитивные данные? Нам нужно будет как-то всем другим контроллерам сообщить о том, что она изменилась, чтобы они подправили свою графику, свое представление. Если же у нас эта модель, все произойдет само и автоматом. Самый яркий пример. В некоторых приложениях меняешь язык. Они говорят, теперь выйдите, зайдите. А в некоторых просто меняешь. А в некоторых все меняется. Вот. Здесь есть еще одна штука. Предположим, у нас, например, есть вид пользователей, где много пользователей, да. И есть вид детальный пользователя. То есть там, где уже не просто, скажем, имя и фамилия, а есть еще биография краткая, какие-то еще данные, да. Что для нас это значит в обычной жизни? Ну, надо как-то перекидывать между ними изменения. Ну, то есть, грубо говоря, в обычной жизни как это работает? Во-первых, перекидывать изменения. Во-вторых, так у нас как? Таблица презентовала. Следующему контроллеру мы просто передали модель текущего пользователя, да. И он презентовал уже. Причем, если, предположим, этот контроллер одного пользователя, там есть кнопка «Удалить нафиг пользователя». В чем у нас проблема? Мы-то его удалим, да. Нам нужно как-то нотифицировать предыдущую модель, да. Если там, тем более, примитивный массив. А так, если у нас есть такая возможность, мы передаем и пользователя, и массив пользователей, в которых он содержится, как объект, да. Этот объект удаляем из массива пользователя, из модели, да. Она автоматом нотифицирует контроллер. Контроллер выкидывает конкретную ячейку пользователя, которого мы удалили. Все просто, быстро, легко. Понятно? То есть, в принципе, я вам скажу честно, мы стараемся пассивными моделями, именно поэтому не пользоваться. Потому что вот эти нотификации, они зачастую очень серьезно упрощают жизнь. Но отлаживать становится реально тяжелее. Особенно, когда пошла череда нотификаций, вот так вот по всем, по моделям, да, по всему виду, ну, по всем моделям, по всему приложению, да, вот. То есть, отследить зачастую, если где-то есть наружение логики, тяжеловато. С другой стороны, ну, работать конкретно с этим и, в принципе, закодить что-то, получается проще. А самое главное, быстрее. Ну, да, правил, и не забойтесь, они сами там подписаны, все сами все поменяют. Да. Ну, да, у нас такой у меня геморрой. Вот. Понятен смысл таблиц? Понятен смысл bounce? Баунс, надо еще поиграться, но он не сразу садится. Ну, bounce, это именно реально, это нужно поиграться. Ну, то есть... Ну, сейчас я закомичу. Да, я уже закомичил. Красавчик. Вот. И, ну, что... Давайте сейчас я по-бырячку просто и откачусь назад чуть-чуть. В наши виды. Еще у нас есть UserViewController. Я вам просто напоминаю, как он сейчас у нас выглядит. Вот так, да? Давайте я сделаю... Здесь просто как бы за счет того, что здесь обычный UIView, не факт, что он изменение bounce нормально отработает. Но давайте хотя бы попробуем. не факт, да? Не факт. Еще одно, кстати, важное Просто это я уточню сразу Чтобы на будущее у нас не было С вами вопросов Если мы программируем Мы никогда Не пытаемся зафиксироваться На каких-то конкретных константных размерах Почему? Удевается в разные размеры Я помню еще совсем недавно Буквально в 2012 году Я на хабре с чуваками спорил Они мне говорили Я сказал, что ребята У вас тут захарт-коженная ширина 320 пикселей Вот Ну 320 точек Они говорят Ну вот iPhone 4, iPhone 5 У них ширина Высота отличается Это они не будут делать никогда Apple ширину больше Вот В 2014 году я нашел этот пост И позлорадствовал То есть поэтому Хардкодить что-то То есть это должны быть Либо относительные размеры Либо это должно быть в НИБах Которыми более легко работать Либо как-то Относительные размеры То есть относительно своего родителя Или как бы Относительно Скажем Если это мы меняем Детские виды То соответственно Родитель должен вычитывать Относительно своих размеров Детские виды Угу Давайте теперь посмотрим Почему у нас приведет Баунс такой Ну не меняется Но к сожалению Так Ну Здесь можно просто еще Нет Это по-моему должно работать Ну сейчас проверю Съехал Ну да Просто внутренности его Но Размеры Как видите сами Ну не сильно Оно хочет работать С размерами Но вообще Мы как бы С ними на самом деле Тоже поиграться можем Ну то есть Для этого просто Нужно другой леер использовать Скорее всего Ну то есть Потому что здесь Обычный ЦА леер Кроме ЦА леера У нас есть еще Целая Плеяда леера Давайте на них посмотрим Блин зараза Ца, какой же там? Скроллинг лейер. Да. Вот, например, скролл лейер у нас есть. Который умеет скроллиться, анимировано, да? Есть там различные размеры, меняющиеся и так далее. Просто как бы обычный ца лейер, скорее всего, рассадить не умеет. Может быть, умеет, но делает эту карту по-хитрому. Ну, просто видите, оно не хочет менять конкретно хейт и витс, ну, то есть размеры. Но некоторые это умеют точно, в частности, умеет скролли, который как раз основан на ца скролл лейер. По поводу, Женек, того, что я говорил, что там разные картинки подменяются, есть такая штука, называется ца тайлд лейер. То есть, грубо говоря, в зависимости от размера, да, от того, насколько приближен, да, он подставляет кусочки изображения, не все изображения целиком, а кусочки изображения другого разрешения. Зачем надо, чтобы не жало сразу много оперативки? Угу. Ну, вот такая вот фигня. Вопросы есть? Немножко все тоже.